Это новая установка стоматологическая, которая позволяет полностью, она компактна, она позволяет полностью оказать все необходимое для того, чтобы лечить. Это терапевтический кабинет непосредственно, где лечатся именно терапевтические заболевания полости рта. Пока это единственный оборудованный кабинет новой амбулатории в селе Верхнесадовое. В руководстве департамента здравоохранения городского правительства заверяют, долго ждать полноценного открытия медучреждения не придется. Тут больше вопроса документального оформления, передачи документов и так далее, подключения, договоры, сети, ну вот такие моменты определенные. А так, действительно, все готовы, перенести документацию, доктор перейдет и начнет прием. Оборудование уже все есть? Ну, на самом деле, оборудование это фактически кресло, стоматологическая установка, его не так много. Для поликлиники там нет дорогостоящего, тяжелого оборудования, требующего сложного подключения. Новая амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену. Пациентов будут принимать терапевт и педиатр, раз в неделю узкие специалисты. Кроме того, предусмотрена возможность сдачи анализов. Амбулатория будет обслуживать более 5000 человек, жителей Верхнесадового, Фронтового и Пироговки, пятая часть из которых дети. А в аптечном пункте предусмотрена возможность получения льготных лекарств. Всего в сельской местности Севастополя открывается пять таких медучреждений. Мы их все будем вводить на этой неделе. Это объекты, которые строятся в рамках ФЦП, которые мы построили в конце прошлого года. Но понадобилось время, чтобы устранить замечания. На этой неделе мы их все осматриваем и вводим в эксплуатацию. Старое здание местной амбулатории также не будет простаивать. После ремонта здесь хотят разместить лабораторию, физиотерапевтический кабинет, а также оборудовать дневной стационар. Новая амбулатория обошлась федеральному бюджету почти в 7 миллионов рублей. Еще три ушли на подключение к городским коммуникациям. Первый прием пациентов здесь запланирован уже на пятницу. Антон Юрьевич сейчас всем дал обещание, присутствующим жителям Верхнесадового, что в пятницу здесь пройдет первый прием. Вот пока это обещание не выполнено, я буду его держать на контроль. Дмитрий Овсянников пообещал проверить все пять амбулаторий, готовящихся к открытию. Вместе с десятью фельдшерско-акушерскими пунктами, пять из которых уже функционируют, это должно создать качественную сеть для оказания первой медпомощи в отдаленных районах Севастополя. Михаил Жиралский, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. Михаил Жиралский, Дмитрий Лилека, Севастополя. Продолжение следует...